Работая с большими проектами в SolidWorks, рано или поздно приходится сталкиваться с тем, что в файле проекта, в основной его сборке, присутствует несколько деталей с одним функционалом, но различной формы, либо с какими-то незначительными изменениями. Для этого в SolidWorks, как и в других случаях, оставляют два метода решения. Первый. Это стандартный и понятный, просто делается несколько деталей, и по мере необходимости они добавляются в проект сборки. Второй, более интересный и представляет собой работу с конфигурациями в дереве построения. Вы можете заметить вкладку Configuration Manager. И по умолчанию при создании детали в нем создается первая конфигурация. Для чего это нужно? К примеру, рассмотрим фланец для станка ЧПУ для крепления двигателя стандарта NEML23. В данный момент адресована Г-образная. Переходная планка фланец, они бывают нескольких типов, чтобы не создавать в одном проекте. Много файлов с деталями с одинаковым функционалом, можно создать один файл и просто добавить в нем несколько конфигураций. Для того, чтобы добавить конфигурацию, нажмем правой кнопкой мыши на название деталей и выберем пункт Добавить конфигурацию. В диалоговом окне в дереве построения откроется меню настроек параметров конфигурации, можно ввести имя конфигурации, пусть это будет P-образный. Фланец. Также можно добавить описание. И кроме того, поставим галочку, пункт Использовать спецификации. Можно вывести определенную запись в поле заметки в листе спецификации сборки, что очень удобно, если используется несколько деталей одного типа. Изготавливаем их по одному принципу. Напишем в заметке, что это гнутый стальной фланец. Также в нижнем блоке в параметрах спецификации можно указать отображаемое обозначение при использовании спецификации. И что именно будет в нем написано. Это может быть имя документа, либо имя конфигурации. Также можно настроить дополнительное обозначение. Достаточно удобно использовать имя конфигурации, так как при добавлении спецификации будет добавляться название элемента и имя его конфигурации. То есть фланец NEMO23, P-образный фланец. После того, как введены необходимые настройки, подтвердим операцию, нажав ОК. После того, как конфигурация добавлена, можно приступить к редактированию детали для создания новой конфигурации. Но есть один нюанс, который стоит помнить. Перейдем в первую конфигурацию и вернемся в дерево паяния. Чтобы не поплыли размеры изначальной детали, необходимо, к примеру, кромка должна оставаться такого же размера в первой конфигурации, во второй конфигурации она будет другой. Для этого перейдем в меню редактирования эскиза. Выберем размер. И слева в настройках размера в первичном значении нажмем кнопку конфигурация. После чего необходимо задать, что данный размер 17 мм от огнутой кромки. Будет использоваться в текущей конфигурации. Текущая конфигурация — это G-образный фланец. Настройки ее можно выбрать в пункт конфигурация, либо нажав «Указать конфигурацию» и выбрав из списка необходимую. По умолчанию активирован G-образный фланец. Подтвердим, нажав «Ок». Если этого не сделать, то при изменении детали во второй конфигурации в первой она тоже будет меняться. Это очень важно. Также вырезы под болты. Во второй конфигурации участвовать не будут, поэтому точно так же правой кнопкой мыши нажимаем на операции «Вырез вытянуть». Переходим в свойства конфигурации и выбираем «Погасить» в конфигурации P-образный фланец. Ставим галочку и нажимаем «Ок». После того, как подобным образом подготовлена деталь к дальнейшему редактированию, можно снова перейти в меню конфигурации, перейти в созданный пункт конфигурации P-образный фланец и приступить к редактированию. Вы видите, что отверстия пропали, так как были погашены в первой конфигурации, а сама кромка осталась. Снова возвращаемся в меню «Конструирование». Выбираем ребро кромка. Выбираем «Редактировать эскиз». Зададим размер 97 мм и, нажав на размерную линию, перейдем в меню «Конфигурация». Используем пункт «Это конфигурация» и нажмем «Ок». Теперь в первой конфигурации. Размер кнопки. Размер кромки остается 17 мм, во второй — 97. Также нажмем галочку для подтверждения изменений и закроем эскиз. Вот таким образом изменилась деталь. Теперь добавим еще одну кромку и скроем ее отображение во второй конфигурации. Для создания кромки в меню листового материала выберем ребро кромка. Выберем заданную кромку и растянем ее на 55 мм. Подтвердим действие и добавим на ней четыре отверстия для крепления. Для этого на поверхности создадим эскиз. Ок. И через меню «Элементы. Вытянутый вырез» вырежем на расстояние в 10 мм. После того, как завершены все необходимые операции, для создания второй конфигурации модели таким же образом нажимаем правой кнопкой мыши на ту или иную операцию в древе построений. Выбираем конфигурацию свойств и ставим галочку «Погасить» либо убираем ее. Соответственно, напротив тех конфигураций которых она нужна. Данная поверхность нам не нужна г-образной конфигурации. И точно так же вырезы нам не нужны г-образной конфигурации. При погашении одного из элементов следующие логически привязанные за ним также будут погашены. Но это не всегда правильно происходит, поэтому рекомендуется проверять правильность порядка погашения и отображения элементов. После того, как созданы конфигурации, можно добавлять их в сборку и непосредственно в сборке менять конфигурацию элемента на тот или иной в зависимости от текущих потребностей. Чтобы в документе файла изменить отображение, необходимо в меню конфигурации дважды кликнуть на «Настройки отображения», необходимые в данный момент. Создадим файл сборки и добавим два фланца. В данный момент они отображаются как г-образные фланцы. Первая конфигурация. Меняем отображение одного из них на вторую конфигурацию. Для этого на одном из элементов нажмем правой кнопкой мыши и выберем пункт контекстного меню «Конфигурация компонентов». После чего в выпавшем диалоговом окне во вкладке «Конфигурация» выберем необходимую конфигурацию. В данный момент это P-образная. И нажмем «Ок», подтвердив операцию. Таким образом мы изменили отображение. Можете заметить, что в древе построения сборки есть два элемента, с именами фланец «Немо-23.1» и «Немо-23.2». И в скобках рядом с обозначением элемента пишется название конфигурации и состояние отображения. Соответственно, G-образный и P-образный и состояние отображения 1 и состояние отображения 2. Также для сборок справедливо то, что можно создавать свои конфигурации. К примеру, в данной сборке можно два фланца, P- и G-образный. Можно добавить конфигурацию. Назовем ее «Конфигурация 2», в которой оба фланца будут P-образных. Для этого правой кнопкой мыши нажмем на элемент в древе построения, выберем конфигурацию компонента. И для конфигурации 2 зададим оба фланца P-образных. Нажмем «Ок». Перейдем во вкладке «Конфигурация» и активируем сборку по умолчанию. Соответственно, оба фланца стали праздными в сборке 2. Один фланец P-образный, второй фланец G-образный. Данный способ достаточно удобно использовать в сборках с большим количеством повторений одних и тех же элементов, но в различной конфигурации. К тому же, это существенно упрощает навигацию в папках с файлами проекта. Кроме того, для каждой конфигурации можно также отдельно оформить чертежи в одном файле, что достаточно удобно при каких-то габаритных проектах, чтобы не создавать нагромождения лишней информации.